Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 27 февраля день Кирилла. Назван в честь равнопостного Кирилла, учителя славянского. Именно он с братом Мефодием придумали славянскую азбуку под названием Кириллица. Именно она лежит в основе современного русскоязычного алфавита. За основу был взят греческий алфавит, а до этого была славянская письменность, глаголица. В старину этот день называли бабьями взбрызками. Сегодня ходили в гости к бабам-повитухам, которые помогали роженицам разрешаться от бремени. Их всячески благодарили и угощали пирогами, сладостями и вином. А мужчины для этого случая готовили особое пиво. Это пиво, сваренное на воде, собрано из семи святых источников. Вначале воду наливали в стопу, сделанную из благородного металла, и толкли серебряным пестом. Вода насыщалась благородными металлами, уже потом из нее варили пиво. Это пиво считалось целебным, поддерживающим здоровье жены. Жены пили его сами и приносили в дар бабам-повитухам. То есть, а вы можете на основании этого рецепта сделать целебный настой из трав. Также взять из семи источников, по крайней мере из стольки, сколько вам удастся. И насытив его ионами серебра, настоять на нем травы. Сегодня сны вещи. Если приснились тарелкой горшок, это к неудаче в крупных делах. Рыба к неожиданным вестям, кладбище к долгой и счастливой жизни, часы к временным трудностям, письмо к расставанию с близким человеком, ребенок на руках к достатку и миру, погоня к судебной тяжбе, сумка к разрешению. Приметы этого дня. Крепкий мороз сегодня к знойному лету. Какова погода на Кирилла, таким будет август. Ногти и волосы сегодня не стригут. Покупки, совершенные сегодня, будут очень удачливыми. Поэтому покупайте машины, то есть крупные покупки, делайте сегодня. Сегодня успешно лечится алкоголизм. Сегодня вспоминают грехи, исповедуются и раскаиваются в совершенных проступках. 23-е лунные сутки. Энергетика этих лунных суток весьма мощная, поэтому ее важно направлять в правильное русло. И если этого не сделать, то весьма вероятны неконтролируемые всплески раздражений и даже агрессивности. Это же отражается и на поглощении пищи появляется жор. Чтобы осуществить самоконтроль, сделайте разрозочный день, а то и поголодайте 24 часа. Рекомендуется провести уборку в квартире, комнате, а после окропить помещение святой водой. Также хорошо в этот день окурить помещение благовониями. Что касается физических упражнений, поработайте над гибкостью позвоночника. Вообще будьте сегодня поактивнее в физическом плане и не стригите ногти.